Всем привет, ребят! Вы на канале Мэри Геймс, и мы продолжаем играть в клуб романтики и проходить тени Сент-Фора. Серия четвёртая. В Сент-Форе опасности поджидают на каждом углу. Глава четвёртая. Погоня. Мама. Бах, дзынь. Осколки разлетелись по всей гостиной. Негодяй, лжец, мошенник. Бах, дзынь. Мама хватала посуду, вещи, всё, что под руку попадалось, и кидала в папу. Он пытался увернуться, как мог. Прекрати. Что здесь происходит? Мама резко обернулась и нервно поправила прическу. А вот что. Она протянула письмо. Повестка в суд? Я сейчас всё объясню. Его обвиняют в соучастии в отмывании денег. Мама без сил рухнула на диван и расплакалась. Папа сел перед ней на колени, постарался заглянуть в лицо, но она отвернулась раздражённо, повела плечами. Папа, это правда? Каждый совершает ошибки. Но твои ошибки стоят нам слишком дорого. Тебя могут посадить в тюрьму... И посадят. Перестань молоть чушь. Я это делал ради вас же. А сейчас ты выставляешь меня виноватым? Вы ещё спасибо должны мне сказать, неблагодарные. Папа подошёл к тебе, поцеловал в лоб, прижав к себе. Он хотел проявить отеческую ласку, но она выглядела показушной. Ты едва сдержалась, чтобы не оттолкнуть его. Как-нибудь выкарабкаемся. Как-нибудь? Уже выкарабкались из Балтимора в эту дыру. От переживаний мама дрожала. Она выглядела бледной и истощённой, и, глядя на неё, злость на папу только множилась. Как поступить? Ну, обвинять я точно не буду папу. Он всё-таки папа, и для меня он точно ничего не делал плохого. Но я буду успокаивать маму. Мама едва стояла на ногах, ты помогла ей сесть в кресло. Не переживай так. Уверена, всё будет хорошо. Но она будто не слышала и лишь качала головой, бросая ненавистные взгляды на папу. Он постоянно впутывает нас в какие-то проблемы. Не злись на папу, он же не специально. Ты говорила эти слова, а внутри разгоралась обида и чувство несправедливости. У меня из злости не осталось сплошное разочарование. Папа вздрогнул от этих слов, выпрямился, как бы набираясь смелости, и снова подошёл к маме. Ой, пожалуйста, давай без этих пафосных речей. Не устраивай здесь цирк. Мама фыркнула, демонстративно отвернулась. В гостиной воцарилась тишина. Каждый думал о своём. Почему-то возникло ощущение невозврата. Теперь всё будет иначе. Между родителями вдруг появилась стена, но сумеют ли они её разрушить так же быстро, как и построили. Сара, не могла бы ты оставить нас с папой наедине? Хорошо. Осколки от посуды хрустели под ногами, пока ты шла через гостиную. Стоило отойти, как мама беспокойно, злобно о чём-то заговорила. Папа отвечал ей с такой же интонацией, граничившей с ненавистью. Ты не могла поверить в то, что его могут посадить. И не потому, что он этого не заслужил, а потому, что тюрьма казалась чуть ли не призрачным местом, куда не могут попасть твои родные. В комнату ты зашла, всё ещё прислушиваясь к голосам в гостиной. Но какое-то движение у окна отвлекло от семейных разбирательств. Тень крутилась, ходила взад и вперёд, словно ожидая, пока её впустят. Ты подошла поближе, прыгнула к окну, пытаясь разглядеть, кто же там. Круглые, испуганные глаза уставились на тебя. Зрачки почти полностью поглотили радужную оболочку, оставив цветным лишь жёлтый ободок. Сердце пропустило один удар. Так это кошка. Что же ты тут делаешь? На улице наверняка было прохладно, и ты поспешно открыла окно, впуская животное в тепло. Пройдя через комнату, включила свет и вернулась к кошке. Она снова завертелась, гоняясь за своим хвостом. Как собачка. У неё была гладкая чёрная шерсть, почти переливающаяся и под определённым углом отдававшая в коричневый. Ты хотела её погладить, но она зашипела, подняла в воздухе лапу в предупреждении. Ладно, не трогаю. Постой-ка, я тебя уже видела? Ты же кошка Миссис Хилл. Ты не могла вспомнить, когда помимо собаки ты увидела в антикварной лавке и других животных? Несмотря на это, зародилась уверенность, что кошка принадлежит именно Миссис Хилл. Да-да, ты. Кошка опять покрутилась, на этот раз топча лапками место для сна и легла, свернувшись комочком. Ладно, можешь переночевать здесь, но завтра я отнесу тебя обратно, Миссис Хилл. Ты приняла душ, завела будильник, маленькая гостья уже посапывала у изголовья кровати. И хотя кошка явно не питала к тебе симпатию, чувствуя ее тепло, заснуть было легче обычного. Родители начали ссориться с самого утра. Лицо мамы к утру было бледным, осунувшимся, глаза опухли от слез и бессонницы. Чтобы лишний раз не тревожить ее, ты решила прогуляться до школы пешком. Сначала шла неторопливо, наслаждаясь свежим воздухом, какой бывает только по утрам. Ты думала? Честно, я пока не знаю, кто мне больше нравится, Люк, Майкл. А вообще о родителях, потому что парни это парни, а родители... Ну, я думаю, вы меня поняли. О родителях. Что с нами будет, если папу посадят? Ему наверняка понадобится адвокат. Но у нас нет на него денег. Точно нет. Мысль стрельнула в голову и от нее обдало холодом. Стремясь избежать тюрьмы, папа потратит все сбережения, и мы навсегда останемся в Сент-Форе. И ты тут же почувствовала вину. Я думаю только о себе. А как же папа? Секунду назад твое внимание было рассеянным. Ноги шли автоматически, а глаза не видели ни дорогу, ни дома. Только проносящиеся мысли в голове. Но вдруг ты встрепенулась, замерла, напряженно вглядываясь вдаль. Конец улицы был в непроглядном тумане, и было в нем что-то ненормальное, неестественное. Он клубился, становился все гуще. Туман поглотил дома и машины, и они точно упав в пропасть, растворились в белой тьме. Неосознанно ты сделала пару шагов назад, чувствуя, что не стоит заходить в него. В нем возникли очертания, более четкие и осязаемые, чем набежавшая пелена. Это что-то двинулось вперед, а затем из тумана выступила волчья морда, искривленная в оскале. О, Господи, что с ним? Желтые зубы окрасились в розовый от крови цвет, алые капли особенно ярко выделялись до фоне серой дымки вокруг. Кровь стекала под десном животного и капала на землю. Волк сделал пару шагов к тебе. Глаза у него были черные, точно как у Сэма, и без драчков. И все же ты знала, что смотрит он на тебя. Шерсть клоками висела на нем, кое-где виднелись куски голого кровоточащего мяса. От волка пахло гнилью и разлагающейся плотью. Тошнота подступила к горлу. Ты попятилась от него, сдерживая крик. От громкого, хрипящего рева мотора ты резко обернулась, на секунду даже позабыв о волке рядом с собой. Яркие фары ослепили, ты отскочила в сторону, и машина, взвизгнув колесами, помчалась вперед. Она пронеслась в миллиметры от тебя и проехала сквозь волка, будто он был частью тумана. Запахло сжженной резиной. Шум мотора машины все удалялся, волка нигде не было видно, но чувство чего-то ужасного усиливалось. Туман словно бы ослепил. Он был повсюду, плотный, белоснежный, и в этой непроницаемости таилась опасность. Кто вы? Машина снова начала приближаться, набирая скорость. Прорезая туман, блеснули фары, сначала желтые, вскоре они будто окрасились в кровавый цвет. Огромный бампер напоминал пасть зверя, готового разорвать тебя. Ты ринулась бежать по дороге, еще не осознавая, что за тобой гонятся. Пикап уже был в 30 метрах и продолжал ускоряться. Приходилось постоянно петлять, чтобы не попасть под колеса. Ты слышала, как они крутятся все ближе и ближе. Пикап задел чей-то забор дома, и тот с треском повалился. Машина была старая и ржавая. Каждый раз, когда водитель переключал передачу, она издавала звуки, схожие с рыком умирающего животного. Звук заполнял с собой тишину и эхом раздавался в округе. Водитель нажал на газ. Неужели он действительно за мной гонится? Ты бежала по улице, задыхаясь, не то от истерики, не то от недостатка кислорода. Стало жарко, невыносимо жарко, и казалось, еще несколько метров в такой погоне, и ты потеряешь сознание. Ты едва успела свернуть за угол, когда машина промчалась мимо, подняв пыль из-за гравия и задев мусорный бак. Кузов чуть качнулся, и оттуда выпала туша оленя. Ах! Шея животного была сломана. Длинный язык вывалился, оттуда выползло несколько жирных червей, а затем медленно заползло обратно в глотку. С новой силой запахло гнилью. Застоявшаяся кровь пропитала асфальт. Какая мерзость! В одну секунду до тебя дошло, что кто-то в этом пикапе намеренно хотел тебя убить. И что ты могла стать одной из этих туш. Пикап проехал чуть вперед и тут же свернул обратно. Ты завернула за угол, побежала во дворы, надеясь оторваться. Сердце стучало где-то в горле. От дрожи ты спотыкалась на каждом шагу, оборачивалась, ожидая увидеть кого-то, кто бы помог, кто бы спас. Но впереди оказался лишь забор, отделяющий улицу от леса. Никого не было рядом, и надежда, что все это сон разбивалась огулкой и сердцебиение. Машина остановилась сзади тебя, не наезжая и не отдаляясь, словно ожидая дальнейших действий. Ты прижалась к забору, не отрывая взгляда от машины, все сильнее рычавшей, готовившейся наехать на тебя. Если бы он хотел меня задавить, уже бы сделал, так ведь? А-а-а! Ты обернулась на забор. Он слишком высокий, я могу не забраться. Взглянула на машину, подрагивающую от заведенного мотора. Страх достиг апогея, и от этого ты вдруг набралась решимости. Стоит рискнуть. Фары светили прямо в лицо, и водителя не было видно. Собрав всю смелость, на какую была способна, ты разогналась и побежала прямо на машину. Водитель резко переключил передачу, но ты уже вскочила на кузов, прыгнула на крышу. Машина тронулась с места вперед, и ты повалилась на землю прямо перед колесами, но тут же мгновенно перекатилась вбок. Секунда промедления стоила бы тебе жизни. Заметив проход, ты скрылась за поворотом, куда машина не смогла бы проехать, и бежала, не останавливаясь до самой школы. Кэнди с Дереком стояли у входа, о чем-то оживленно разговаривали. Ты подбежала к ним, схватила Дерека за руку и повисла на ней, разом потеряв остатки сил. Что с тобой? За мной, за мной. Отдышись хотя бы. За мной гнались. Кто? Собаки? На машине. Хотели. Не знаю, чего хотели. Убить, наверное. Он преследовал меня. Кто? Лицо Дерека стало серьезным, проницательным. Он внимательно смотрел на тебя, выискивая что-то в выражении лица. Не знаю. Я не видела, кто был за рулем. Дерек осторожно усадил тебя на скамейку. А теперь рассказывай. Все началось. Давайте начнем рассказ с тумана. В красках ты описала встречу с волком, пытаясь передать весь шок и ужас. Кэнди слушала с неподдельным интересом, в то время как Дерек явно скептически. В какой-то момент он перебил. Так, с этим все ясно. От шока у тебя замена воспоминаний. Давай лучше про машину. Хотелось стукнуть Дерека за недоверие, но ты и сама понимала, что это звучало безумно. Поэтому продолжила описывать уже погоню. Ты запомнила машину? Примерно. Тебе повезло, что ты цела. Да. Ужасно выглядишь. Ты оглядела себя и только сейчас заметила, что одежда порвалась, а руки были в царапинах. Так. Идем, приведем тебя в порядок. Вы зашли в пустой кабинет. Кэнди достала косметичку, помогла вытереть лицо от грязи и потеков. Хочешь, накрашу тебя? Давай. Какой макияж ты бы хотела? Взгляд кошечки. На любой случай. Естественный макияж. Я хочу... Вечерний. Он, конечно, самый дорогой, но я его хочу. Для школы это, конечно, очень роскошно, но я не удержалась. Все парни будут просто валяться у твоих ног. Куда бы ты с таким макияжем не пошла. У тебя настоящий талант, Кэнди. Спасибо. Теперь надо сменить эти тряпки. Я всегда держу в школьном шкафчике сменную одежду. Мало ли что. Шорты с топом. Юбка со свитером и пальто. Юбка на бретельках. Ой, я хочу ее увидеть. Ха, прикольно смотрится. Ну, мне нравятся все варианты. Серьезно. Очень классно. Ладно, давайте возьмем элегантный наряд. Юбка со свитером и пальто. Что думаешь насчет этого? Или слишком шикарно для школы? Слишком шикарно не бывает. А выглядишь ты и правда очень здорово. У тебя явно есть вкус. Начались уроки. Ты заметила, что многие шепчутся, оглядываясь на тебя. Это или Кэнди так постаралась, или... Или они знают о погоне. Да нет, бред какой-то. Так бы меня уже начали расспрашивать. На перемене вы с Кэнди и Дереком вышли в коридор. Но даже там перешептывания не останавливались. У одного из кабинетов ты замерла, услышав голос Стива. Ты уверен? Конечно. Мне Майкл лично об этом сказал. Да ладно, вы с ним разве так близки? Ну а как же? Мы с ним лучшие друзья. А что именно он тебе сказал? Да так и сказал, мол, переспали мы с ней прямо там на поляне. Сара накинулась на меня как кошка. Ох. Ты отпрянула от двери, прикрыла лицо руками. Путь высокого имиджа. Все-таки сомнительно, что Майкл тебе это рассказал. Все же знают, что ты трепло. Эй. Может, Майкл как раз и хотел, чтобы все узнали. Дерек тряхнул тебя, схватил за руку и потянул подальше от кабинета. Не слушай ты его. От Майкла и Стива ничего другого и ожидать нельзя было. Да, мы же знаем, что это неправда. Он лжет. Это и так ясно. Не стоило связываться с Майклом. От таких парней одни неприятности. У нас с ним ничего не было. Оно, как видишь, и не нужно, чтобы пошли слухи. Перед лицом возникла ухмыляющаяся физиономия Майкла, и ярость волной нахлынула на тебя. В столовой было шумно. Многие приходили сюда не столько поесть, сколько вдоволь поговорить. Голоса, женские и мужские, слышались отовсюду, то затихая, то раздаваясь с новой силой. Майкл сидел, окруженный вниманием остальных, за столом. Он о чем-то говорил, и все смеялись. От того, что он доволен, злость еще сильнее начала сжечь тебя. Майкл заметил, что ты идешь к ним. Твоя решительность в походке, поджатые губы и наверняка безумный взгляд заставили его напрячься. Сара? Можно тебя на минутку? Он тут же встал, пошел за тобой. Вы отошли настолько, чтобы вас не услышали. В чем дело? А ты не знаешь? Нет. Ты пустил слух о нас. Что я сделал? Больше не смей говорить обо мне. Майкл сделал шаг к тебе, но ты отпрянула. Это все, что я хотела сказать. Ты собиралась уже уйти, но он удержал твою руку. Отпусти меня. И не подумаю. Что делать? Мне кажется, что это не он пустил слух, но я все равно дам пощечину. Хлопок на секунду заставил всех в столовой умолкнуть. Ой, ладно. Затем гробовая тишина сменилась еще большим шумом. Все смотрели на вас с Майклом. Кто-то присвистывал, кто-то подначивал еще раз ударить. Майкл замер, на щеке у него остался едва заметный отпечаток твоей ладони. Ты думала, он разозлится, но в следующее мгновение на его лице уже играла улыбка. Он рассмеялся. Мне нравится, когда у тебя такой настрой. Да иди ты! Уходя из столовой, тебе вслед кричали отобрительные возгласы. Выскочив в коридор, ты хотела уйти как можно дальше от этой школьной клоаки. Было гадко, мерзко, противно, но ты не могла понять, на кого больше злилась. На себя или Майкла. Куда так бежишь? А, привет, не заметила тебя. Выглядишь, будто сейчас расплачешься. Это из-за разговоров? Веришь слухам? Вопрос вышел грубее, чем хотелось. Нет, конечно нет. Парням вроде Майкла нужно поддерживать популярность. Видимо, других способов не осталось, и он решил самоутвердиться за счет тебя. Майкл, негодяй. Может, на воздух выйдем? Пойдем. Ты ожидала, что вы выйдете на улицу, но люк повел тебя в противоположную сторону. Куда мы? Увидишь. Мое секретное место. Вы поднялись на крышу школы. Сначала засвистев в уши, холодный ветер ударил в лицо. Запах свежести и легкой прохлады успокоил нервы. Ты молча прошлась по крыше, глядя сверху на школьный дворик со столиками, на лес где-то там вдалеке. Как тебе? Мне нравится. Люк улыбался, и ты вдруг поняла, что ему хотелось произвести на тебя впечатление. Здесь очень хорошо. Да, на обед я всегда прихожу сюда. Жалко только, что холодает. Ты всегда ищешь уединенные места? Не люблю столпотворение. Не голодна, кстати? Я не взяла обеда. Ничего, у меня есть. Люк достал несколько контейнеров с едой. Наша семья любит вкусно покушать. Выбирай. Салат с рукколой. Сэндвичи с мясом. Салат с рукколой. Люблю салаты, где много зелени, особенно руккола. Здоровое питание – это хорошо. Люк протянул контейнер с едой. Спасибо. Вы сели на парапет. Стой, он холодный. Сядь лучше на мой портфель. Спасибо. На школьном дворе было немного людей. Видимо, учащихся испугал прохладный ветер, и они решили скрыться в теплых стенах школы. Вы молча ели, наблюдая за тем, что происходит внизу, затем Люк прервал тишину. Впервые мне в Сан-Форе хочется с кем-то сблизиться. Не просто поддерживать разговор, а общаться, делиться сокровенным и слушать. Он долго смотрел на тебя. У него было такое задумчивое выражение лица, что ты молчала, боясь прервать поток его мыслей. Но я этого боюсь. Почему? Боюсь привязаться, пустить корни. И несмотря на это, я хотел бы, чтобы мы сблизились. Я чувствую, что ты тоже хотела бы этого. Люк соскочил с парапетов, встал перед тобой, взяв тебя за руки. С тех пор, как мы столкнулись в лесу, твое лицо не выходит у меня из головы. И сегодня, когда я увидел тебя расстроенной, я понял. Он замолчал. Вы смотрели друг на друга, не произнося ни слова. Руки Люка обвили твою талию, чуть притягивая к себе. Его дыхание обожгло шею. Хочу ли я этого? Люк замер, наблюдая за твоей реакцией. Я не уверена, что я этого хочу. Кто мне нравится больше, Люк или Майкл? Майкл. Возможно, Майкл, но перевоспитать его вряд ли получится. А Люк добрый? Наверное. Мы еще не так хорошо знакомы. Поэтому я и боюсь сейчас делать выбор, потому что я не знаю этих парней абсолютно. Майкл пытается казаться крутым. А про Люка мне пока даже нечего говорить. Я его видела два раза, блин, от силы. Он устроил мне замечательное свидание. Правда, оно плохо закончилось, но это не важно. Главное, что он романтик, добрый. И главное, я ему нравлюсь. Майклу я тоже нравлюсь, и мне не понравилось, как повел себя Майкл, что он силой пытался меня поцеловать. Может быть, дело дошло бы еще до чего-то. Не знаю, если я раздумываю, значит, что-то мне не нравится и в том, и в другом, но и притягивает одновременно тоже в обоих что-то. Какую историю я бы хотела увидеть больше, с Майклом или с Люком? Да, наверное, стоило задать этот вопрос себе ранее, а не сидеть размышлять прямо сейчас, когда выбор уже нужно сделать вот прямо в это мгновение. Мне сложно. Честно вам скажу, мне очень сложно. Я прекрасно понимаю, что вы все разделитесь на два лагеря, а то и на три. Кому-то больше понравится Люк, кому-то больше понравится Майкл. Кто-то вообще будет за Дерека. Мне, кстати, очень нравится, как он выглядит в настоящем. И я прекрасно понимаю, что будут негативные отзывы о том, что я выбрала того или иного персонажа. Этого, наверное, не избежать в любом случае. Давайте не будем отстраняться и ответим взаимностью, посмотрим, что там будет впереди. В любом случае, мне кажется, мне дадут еще шанс все изменить. А, да. Ответим взаимностью. Выбор положительно повлиял на ваши отношения. Ты мне тоже нравишься. Глаза Люка расширились от удивления и радости. Он притянул тебя к себе, погладил по щеке. Ты не представляешь, как я рад это слышать. Его губы коснулись твоих волос. Люк, иди ко мне. Посмотрим, посмотрим. Выбор положительно повлиял на ваши отношения. Ты придвинулась к Люку ближе, его руки сильнее сомкнулись на талии, притягивая к себе вплотную. Еще мгновение, и ваши губы слились в поцелуи. Сначала медленно, затем все более страстно Люк целовал тебя так, будто давно представлял уже это. Он такой нежный, заботливый. С ним всегда спокойно, не беспокоишься ни о чем. Дыхание сбилось, сознание помутилось. Ты едва нашла в себе силы отстраниться. Некоторое время вы стояли в обнимку, не прерывая тишину. Позже Люк аккуратно, даже не хотя, разомкнул руки. Не хочу тебя никуда отпускать. И не надо. Но кажется, обед уже кончился. Надо идти. Ничего, у нас еще будет много времени. Вы с Люком крепко обнялись, и каждый не решался отпустить. Но звонок прозвенел, и выбора не оставалось. Спасибо, что поделился обедом. Не бери в голову. Люк вдруг напрягся. Все его внимание сосредоточилось над чем-то за твоей спиной. В чем дело? Видишь того мужика? Чуть позади тебя стоял мужчина с коробкой и о чем-то говорил с Кэнди. Он хотел встретиться с ней взглядом, но она отворачивалась, наоборот, избегая его. Это отчим Сэма. Кэнди хотела уйти, но он схватил ее за руку. На его лице застыла похотливая улыбка, от которой у тебя по спине прошла дрожь отвращения. Люк не выдержал, подошел к ним и выдернул руку Кэнди. Что ты от нее хочешь? Ты бы со мной так не разговаривал, а? Мы с ней знаем зачем, да? Он многозначительно посмотрел на Кэнди. Она отвернулась, дернула плечами, всем своим видом показывая омерзение. Все нормально. Ну, видимо, нет. В школу зашел мистер Никсон. Он прошел мимо вас, кивнув головой, здороваясь. Интересно, что он здесь делает? Люк бросил взгляд на коробку в руках отчима. Это же вещи Сэма из его шкафчика. Куда ты их несешь? Я перед тобой отчитываться должен. Почему его мама их не забрала? Она плохо себя чувствует. Ты и с ней что-то сделал? Отчим встрепенулся, посмотрел на Люка и резко прижал его к стене. Глупости не болтай, малек. Отпусти его! Что делать? Попытаться разнять? А как я их разниму или пригрозить? Попытаемся разнять это, наверное, повлияет на смелость. Отчим Сэма навис над Люком, испугавшись, что сейчас будет драка, ты встала между ними. Куда лезешь? Куда надо? Не подходи к нему. Сара, я сам разберусь. Люк осторожно тебя подвинул, прикрыв собой. Он посмотрел на отчима Сэма так, будто собирается ударить его. Почувствовав, что Люк на грани, отчим размеялся, поднял свободную от коробки руку, как бы сдаваясь. Ладно, ладно. Вы бы лучше на уроки шли, чем к людям приставать. Разберемся сами как-то. Отчим ухмыльнулся и направился в сторону выхода. Когда он вышел, Люк тут же расслабился, повернулся к Энди. Ты как? Нормально. Спасибо, что пришли. Уже не знала, как отделаться от него. Бжжжж. Знакомый звук заставил тебя замереть. Сердце заколотилось в груди. Бжжжж. Что с тобой? Не отвечая ты выбежала на улицу. Кэнди с Люком побежали следом. Ой, серьезно? Отчим Сэма завел свою ржавую машину, закинул на соседнее сидение коробку с вещами, словно ненужный хлам Ты что, призрака увидела? Хуже Похоже, за мной гнался отчим Сэма С чего ты взяла? Кэнди проследила за твоим взглядом и ахнула, догадавшись Эта машина тебя преследовала? Да Вы наблюдали, как отчим Сэма выезжает на дорогу и удаляется, пока машина не скрылась за поворотом? Тебя начало трясти Надо сказать мистеру Никсону, пока он не ушел У тебя и доказательства есть Она развернула твои руки, показывая царапины Что произошло? Я потом как-то расскажу, ладно? Вы вернулись в школу? На том месте, где вы столкнулись с отчимом, лежала тетрадь Ты заметила ее издалека и подошла поднять Что это? Видимо, выпала из коробки с вещами Сэма Не вглядываясь, пролистала ее Все страницы были разрисованы Не знал, что Сэм умел рисовать Что это? Серьезно, он видел вот это существо? Или... Или он так изображал своего отчима? Вроде волосы там длинные, да? Сэм рисовал странные рисунки Посмотреть Сэм рисовал каких-то длинных человечков Явно не соблюдая пропорции тела Похоже, он был не в себе, рисуя их Может, он так выплескивал свою ярость? Как тогда, кидая камни в собственный же дом? В любом случае, увиденное вызвало беспокойство Это были рисунки нездорового человека Что вы тут встали? Учительница оказалась за спиной И ты вздрогнула от неожиданности Урок уже давно начался, между прочим Что у вас сейчас по расписанию? Ее взгляд упал на рисунки в твоих руках Она выхватила тетрадь Пролистала ее, внимательно рассматривая каждую страницу Какие уродские рисунки! Вот только не говорите, что она их порвала Или еще что-то сделала Мисс Бейкер разорвала тетрадь напополам Да как она посмела чужую тетрадь взять и порвать? Затем еще раз И еще раз, пока в ее руках не оказались одни клочки Что вы делаете? Это были рисунки Сэма Я уже поняла Кому сказано идти на урок? Люк с Кэнди исправно выполнили указания Но ты не могла в таком состоянии учиться В ушах все еще ручал полуздохший мотор машины Что утром чуть не убила тебя Ты обошла пол школы в поисках мистера Никсона Когда услышала его в одном из дальних кабинетов Хватит отнекиваться, меня это начинает раздражать От голоса, который прозвучал в следующую секунду Ты замерла, затаила дыхание Да кто вам вообще сказал, что у нас с Сэмом были конфликты? Ты за дурака меня не считай Мы не уйдем отсюда, пока ты мне не расскажешь Ладно Ну да, мы по мелочи часто ругались с ним Особенно на футбольном поле Но Сэм не контролировал свою агрессию Он был психом Я хотел, чтобы его отстранили от футбола Он подставлял нас Портил репутацию команды Я считаю это непрофессиональным А значит, пусть улепетывает Да и вообще Похоже, у Сэма не все дома были С чего ты взял? Ему мерещилось всякое Например Что ты тут делаешь? А? Это же не рабочее крыло Здесь нет уроков Я знаю, просто Мне надо поговорить с шерифом Уборщик недоверчиво взглянул на тебя А зачем тебе? Кое-что рассказать И что же? Почему вы спрашиваете? Нехорошо подслушивать чужие разговоры Я проведу тебя до коридора Я останусь тут И меня не волнует То есть как? Он схватил тебя за руку Что вы делаете? Собираюсь увезти отсюда Я никуда с вами не пойду Почему здесь все такие странные? Почему какой-то уборщик Хватает меня за руку И пытается меня куда-то утащить? Почему учительница позволяет себе Порвать чужую тетрадь? Что вообще происходит? Это какой-то другой мир, что ли? Я никуда с вами не пойду Уборщик потянул за собой Но ты вырвалась и отошла на пару шагов Он посмотрел на тебя удивленным И в то же время осатанелым взглядом Нетерпевшим возражений Он сделал шаг навстречу Когда ты выставила руку И громче, чтобы тебя услышали, сказала Не подходите За дверью замолкли Уборщик замер Его лицо искривилось в злобном оскале Наконец кивнул Ну ладно Как знаешь Он пошел дальше по своим делам Несколько раз оборачиваясь на тебя С подозрением и какой-то обидой От него дрожь по коже Как только он скрылся, ты продолжила подслушивать И еще случай Это было самым странным, что Сэм выкидывал Как раз во время важного матча На трибуне была толпа, выкрикивающая номера футболистов Тут и там в поддержку трясли плакатами Команда Майкла лидировала на несколько очков Но прошла только половина матча Все могло обыграться Вперед Майкл спасовал Сэму Сэм подскочил, словил мяч Побежал по полю, собирался уже забить гол Как его сбили с ног С трибуны прозвучала протяжная Он упал, мяч был уже в руках другого. Сэм схватил за шиворот игрока с мячом, с размаху ударил прямо по лицу и повалил на землю, сев на него сверху. Сэм избивал беднягу, пинал, кричал ругательство. Лицо парня превратилось в кровавое месиво. Игра остановилась. Майкл снял шлем, подбежал к Сэму. Что с тобой? Чтобы угомонить Сэма, потребовалось несколько парней вдвое крупнее него. Он пытался вырваться, кричал, угрожал, а затем так же резко, как взбесился, обмяк, затих и вдруг начал плакать. Прости меня, прости меня, пожалуйста. На следующий день Сэм вел себя, как ни в чем не бывало. Когда я поднял вопрос о том, чтобы исключить его из команды, он очень взбесился и искренне не понимал, за что. Как думаешь, почему он плакал? Не знаю. Я слышал, отчим его избивал. От кого слышал? Да от того же Сэма. Ты видел, чтобы Сэм когда-то принимал наркотики? Почему вы спрашиваете? Отвечай на вопрос. Нет, но думаю, что принимал. Откуда такая уверенность? Он как-то предложил купить у него. Сказал, что у отчима украл. Наверняка и сам увлекался. Шериф заговорил тише. Ты сильнее прижалась к дверному проему, чтобы расслышать, но случайно задела дверь, и она закрылась. Ой. Пришлось скрыться, пока шериф не вышел в коридор. Почему скрыться? Надо было зайти, постучать. Ммм, ладно. Мистер Никсон показался примерно через 10 минут. Майкла с ним не было. Здравствуйте. Шериф подозрительно взглянул на тебя, будто сразу раскусив, что тебе что-то нужно. Или он заметил, как я подслушивала. Привет, Сара. Почему не на уроке? Я хотела бы поговорить с вами. О чем же? Сегодня утром за мной гнались. Ты рассказала о погоне и о том, что опознала машину отчима Сэма. Заметив некоторые сомнения в глазах шерифа, ты показала ссадины и царапины на руках. В итоге он кивнул. Не переживай, разберемся. А пока иди на урок. Хорошо. Смотрите, что нашла. Кэнди достала из шкафа альбом. Вы встали полукругом, разглядывая фотографии. Веселые и безмятежные, такие сплоченные. Казалось, все это было во сне. Химера, которая все же осуществилась. По нам и не скажешь, что мы с таким столкнулись. Дерек усмехнулся. Чего смеешься? Дерек сел на диван, закинул ноги на столик. Да ты только и делал, что прятался за нашими спинами. Что ты несешь? Даже когда происходили вполне обычные вещи. Вспомнить хотя бы, когда до нас с тобой прикопались парни ночью. Не успел я одному руку заломить, ты уже бежал к дому. Так что это мы со всем сталкивались, а не ты. Ты сам себя слышишь? Ничего, проехали. Дерек пренебрежительно махнул рукой, и от этого жеста Бобби еще больше нахмурился. Нет уж, договаривай, раз начал. Так нечего договаривать. Ты у нас всегда был впечатлительным. Вот и все. Бобби встрепенулся, подошел к Дереку поближе. Что значит впечатлительным? Думаю, ты и так понимаешь. Мы все понимаем. Типа он был трусом, да? Бобби обернулся на нас, затем вернул взгляд, горящий в нарастающей злобе. Единственное, что я понимаю, так это то, что ты застрял в Сент-Форе, в этой глушине окраине мира. Что здесь тебе осталось только вспоминать о прошлом, и ты так часто это делал, что оно поблекло, потускнело и выцвело. Но твое настоящее еще более серое, поэтому ты пытаешься самоутвердиться за счет того, каким я был тогда. Дерек подскочил, взбесившись от его слов. Мальчики, давайте вы не будете ссориться. Отчего ты так разозлился, Бобби? Потому что понял, что я имел в виду так? И потому что ты знаешь, что это правда? Не неси чушь. Дерек медленно подходил к Бобби, в то время как Бобби пятился, при этом стараясь держать лицо. Все верно, ты трус и всегда им был. От этого слова Бобби вздрогнул, сначала побледнел, затем побагровил от злости. Не называй меня так. А как тебя называть, если ты трус? Бобби накинулся на Дерека. От неожиданности Дерек позволил себя повалить. Перестаньте! Бобби как с цепи сорвался. Было видно, что он не умел драться, но ярость придала ему сил и сноровки. Через несколько мгновений Дерек овладел собой, сумел вырваться и подняться на ноги. Но вместо того, чтобы прекратить драку, он ее продолжил. Обстановка накалялась, нужно было что-то делать. Они как в вихре крутились вокруг, хватая друг друга за одежду. Каждый пытался дотянуться до лица другого. Злость затуманивала их сознание. Дерек с Бобби не замечали, как задевали мебель и даже вас с Кэнди. Прекратите немедленно! Огорчение из прошлого, стресс от воспоминаний и неожиданной встречи вылились в драку. Но ты не могла позволить этому перерасти во что-то более серьезное. Оценив ситуацию, решила, что Бобби не такой крупный, а значит, повалить его будет легче. К тому же он меньше владел собой и, казалось, обезумел от обиды. Разогнавшись, ты вскочила на Бобби, обвила руками его шею, а ногами его талию. А, что ты творишь? Отцепись! Бобби закрутился во все стороны, пытаясь сбросить тебя. Чем больше он пытался вырваться из схватки, тем сильнее он выматывался. Успокойтесь, кому сказано! Что вы здесь устроили? Это ты тут что устроила? Не даешь ему разобраться, как мужику впервые в жизни. Ты у меня сейчас получишь! Новый поток ярости придал Бобби сил, и одним движением он сбросил тебя со спины. Ауч! Кэнди стояла в стороне, закрыв рот руками. Бобби с Дереком снова сцепились. Тогда ты взяла с полки книгу и одну за другой начала кидать в них. Получайте! Как маленькие! Книги были тяжелые и пыльные. Сначала мальчики старались не обращать на тебя внимания, но вскоре они уже отбивались не от друг друга, а от книг. Прекрати, мы уже успокоились, видишь? Дерек поднял руки вверх. Мир! Вы привели комнатку в порядок, собрали разбросанные книги, поправили стол и опрокинутые стулья. Что на вас нашло? Даже не знаю. Странное чувство. Как будто это место играет нами, накаляет эмоции до предела. Ой, Бобби, только не начинай. Надеюсь, на сегодня ссор больше не намечается? Да я тебя уже боюсь. Кто знает, что тебе на этот раз в голову придет. Все размеялись, укутались потеплее в пледы, наблюдая, как огни свечей играют с тенями. Обстановка снова благоволила воспоминаниям. Не успела ты открыть дверь, как на ноги набросилась кошка. Шшш! Ах, опять ты! Я же ничего тебе не сделала! Кошка продолжала драться, но когти при этом не пускала. Она словно хотела показать характер, при этом не испытывая настоящей злости. Хочешь обратно к хозяйке? Она тут же села, внимательно посмотрела на тебя. Мяу! Давай я тебя отнесу, миссис Хилл, как и обещала. Ты хотела взять ее на руки, но она цапнула тебя. Ауч! А ну, иди сюда! Потребовалось долгих 20 минут, чтобы тебе удалось поймать ее и запихнуть в сумку. Кошка продолжала брыкаться и шипеть, и ты еле донесла ее до антикварной лавки. Прозвенел колокольчик, миссис Хилл тут же вышла к тебе навстречу. А, Сара, здравствуй! Какими судьбами? Что там? Сумка в твоих руках будто бы ожила. Она вырывалась, дергалась, из нее доносились рык и шипение. Ты с облегчением опустила ее на землю и выпустила кошку. Животное выскочило оттуда, промчавшись куда-то вглубь помещения. Ах, проказница! Где ты ее взяла? Она сидела за окном моей комнаты. Правда? Миссис Хилл пошла за кошкой, взяла ее на руки и села в кресло. Последнее время она часто от меня убегает. И все реже возвращается. Раз она пришла к тебе, значит, почувствовала, что ты в ней нуждаешься. Что? Ох, не смейся над старухой. Это правда. Похоже, я наоборот не очень приглянулась ей. Кошка бросила на тебя надменный взгляд. И что же? Любовь и преданность животных нужно еще заслужить. Миссис Хилл помолчала, глядя на кошку, потом вдруг оживилась, вскочила, не выпуская ее из рук и подошла к тебе. Я думаю, тебе стоит завести животное. Не думаю, что мама с вами согласится. Если она будет против, ты знаешь, кто сможет приютить питомца. Но тебе точно нужно животное. У тебя истощена энергетика, я чувствую. А это значит, что чувствуют и злые духи. Питомец будет тебя охранять. Нет, правда, мне нет. О, нет, нет. Мне самой тяжело за ними всеми ухаживать. А так я буду знать, что отдаю кого-то из них в хорошие руки. Кого-то из них? Да, кошку и собаку ты видела. А с вороном сейчас познакомишься? Миссис Хилл скрылась в дверном проходе и вернулась с вороном на плече. Арв. Так что выбирай. Ты оглядела животных, хотела отказаться, но не решалась. Что-то тянуло тебя к ним. Питомцы смотрели на тебя, словно им и вправду было интересно твое решение. Даже собака теперь не казалась такой враждебной, как в прошлый раз. Может, мне удастся с ними поладить? Ну, хорошо. Я выбираю. Собака. Малютка та самая, да-да. Кошка. И ворон. Я хочу ворона. Это круто. У меня никогда не было ворона. Хотелось бы узнать, каково это. О, это не просто ворон. Ему больше ста лет и уверена проживет еще столько же. В его глазах можно увидеть историю нашего города. Как назовешь своего друга? Лапочка. Ворон, которого зовут Лапочка. Теперь ты будешь Лапочка. Как тебе твое имя? Аркар. Вот и отлично. Если понадобится помощь, всегда обращайся. Спасибо. Интересно, как отреагируют родители? Ты выходила от миссис Хилл со странным чувством защищенности, которого не было раньше. Кэнди рисовала, когда ты позвонила. Кэнди, тебя Сара. Иду. Она побросала карандаши, спустилась вниз и подняла телефон в свою комнату. Провод натянулся, как струна. Казалось, еще сантиметр, и он оборвется. Кэнди не хотела, чтобы мама подслушивала ваш разговор. Эй, хеллоу. Все нормально. Да, звоню похвастаться. Я взяла у миссис Хилл питомца. Питомца? Ничего себе. Только не говори, что ту бешеную собаку. Нет, ворона. Представляешь, ему больше ста лет. Всегда мечтала о чем-то таком. Правда, я его даже погладить толком не могу. Стоит мне подойти к нему, как он начинает летать по комнате. Нам еще предстоит с ним наладить контакт. Это так необычно. Вы еще долго болтали, прежде чем повесить трубку. Закончив разговор, Кэнди хотела продолжить рисовать. А? Карандаш выпал из рук. Дрожащими руками она взяла рисунки, судорожно пролистала их, не веря своим глазам. Кэнди не помнила, чтобы она рисовала подобное, и все же они перед ней. Эти длинные человечки с уродливыми руками и ногами, с удлиненными лицами, искаженными в страхе. Совсем как... Совсем как у Сэма. Но как же она могла нарисовать их и не заметить? Кто здесь? Кэнди подскочила, услышав в углу шорох. Ох, я схожу с ума. Она схватила листки, хотела разорвать их и выбросить, но что-то в углу зашевелилось, заставив ее в ужасе замереть. Замигал свет. Кэнди отпрянула от стола с лампой, но свет тут же пришел в норму, осветив обои позади. Крик застрял в горле. Она молча наблюдала за тем, как пузырятся обои все сильнее и сильнее. Что-то словно пыталось прорваться оттуда. Обои лопнули, и потекла черная масса, напоминающая смолу. Она пахла мокрой землей и гнилью. Жидкость все вытекала и вытекала, покрыв собой стол, капая на ковер. А затем из стены вылезли руки, длинные, худые и будто сломанные. Когда дыра стала достаточно широкой, оттуда показалась голова с огромным, открытым ртом, издающим страшные звуки, похожие на смех. А-а-а! Кэнди вопила, но крика не было слышно. Черные глаза смотрели прямо на нее. Резким движением нечто вытянуло руки и затащило к себе. К себе. Что значит затащила к себе? Кэнди, ты опять натянула телефон? Сколько раз говорила так не делать? Мама Кэнди зашла в комнату, но там никого не оказалось. На полу лежали скомканные листы со странными фигурами. В смысле, куда пропала Кэнди? Что произошло? Начинает происходить, по-моему, что-то очень страшное. Не знаю, что именно. Я пока не понимаю происходящего. У нас с вами есть еще одна серия. И, судя по описанию, я полагаю, что пропала Кэнди. В общем, ребят, скоро я сниму для вас следующую серию. А пока у меня все. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока!